Девушки отдыхают Игнатий Тихонович Поближе маленько, подойдите сюда Разговоры пока отставьте, потом мне никуда не денутся Покучнее, подойдите поближе Ерема, а тебе речь будет идти Вот мы пришли на богослужение одни Я всегда говорю, уходить должны другими Это понятно? Не то, что там Снял одежду надел Что-то мы услышали Задумались Вот 7 минут перед богослужением у нас Встанем все на молитву Или встанем все для молитвы 7 минут полная, абсолютная тишина Никакого движения Даже не крестимся, не кланяемся Для чего это у нас введено? Введен это в устав Поблагодарить Бога За прошедшее время Когда мы были в храме Воздать Богу хвалу, задуматься Помолиться о священнике, чтобы огненное служение было А не просто барабанил, стоял Нужно это? Все говорят нужно А с чего это взяли? В 71-м году вышел молитвослов По благословению патриарха Алексия Тогда не знали, что второй будет Это первый И он говорит Там в этом молитвослове напишено Это взято из каких, из других Молись, подготовься, не борзясь То есть не спеши, скорее Помедли Задумайся, просчитай Приведи чувства свои в тишину На всех молитвословах написано Молитвословы, которые пошли в народ Ну а кто это исполняет-то? Вы понимаете, мы вот какие были Пришли и ушли Может быть хуже стали даже Я не знаю, насколько это достоверно Но говорят Бабушка одна чувствует Что-то у нее не так Подошла батюшка Вот я на исповеди была И отошла такая же самая Ну какое-то наказание дайте То есть эпитемии нету 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 эпитемии Это означает Смерть распростерла крылья Вообще отходят люди Сделала аборт Ну ладно, там 40 дней Там Поклоны делай 10 лет отлучения от церкви Правило Василия Великого второе Что, как говорят, не по мозгам То есть управление в церкви захватили враги Извратили все православие Я с ними очень хорошо знаком Не отвлекайтесь, пожалуйста Полезное для вас это будет Пираты захватили корабль А такие времена были Да, были Притом неоднократно в истории церкви Вот такое сегодня положение Эпитемии нету До причастия идут все Священник состоит с чашей С чашей Так, кто еще не причащался? Так Кто еще не причащался? Кто еще не причащался? Глядишь, выходит Выходит, а ты крещеная? Нет А зачем же ты подошла? Ну он говорит, я поняла, что ко мне Разбойники Кто допускает до причастия Без эпитемии Златоуст говорит Губит и себя, и того, кого допускает Повтори несколько раз Губит и себя, и того, кого допускает А что вы нас пугаете? Это ясно, пришел чужой человек А ты меня судом Божьим не пугай У нас живут здесь такие, которые говорят Вы слышали о Суде Божьем, что сегодня считали? Зачем же Бог угрожал бы на каждом шагу? Сядете на двенадцати престолах судить Огненная река потечет Идите, проклятые, в огонь вечный Я никогда не знал вас Кто это? Те, которые ходили именем Божьим, исцеляли У нас ни одного такого нет Ну, вообрази маленько Вот, святые Божьи, святые, крепкие святые, бессмертные Помилуй нас Вдумайся, кому это стрекочешь Святые Божьи Богами называются люди, князья, руководители Богами Все вы боги, но все вы умрете Написано в Псалтире Я сказал, все вы боги Бог называет богами людей начальствующих Но святый Божий Только один святой Это опровержение того, что есть люди безгрешные И они совершенно безгрешные Ни одного не было Ни Божьей Матери, ни апостолов, ни пророков Все согрешили, все лишены славы Божьей Нет праведного запятания, нет ни одного Это для кого написано? И Божья Матерь-то спасалась И кем? Жертву Иисуса Христа Это потом накрутили уже Сами не знают, что Бессеменно зачатое и прочее, как католики Никакой меры нету, ничего нету Ваше святейшее святейшество с большой буквы Оба слова Да тут иначе-то смотреть не надо Бог только свят Слово святее нет И святейших к Богу не относится Нигде нету этого А почему? Да смешно было бы Богу с кем-то сравнивать Святый Божий Я немножко отклонюсь Понятно, что никого нет? Когда говоришь, ты понимаешь Он единый свят, я приступил Будьте святы, как Бог свят И все, погасло твое надмение Святые крепкие А мало ли людей крепких Посмотри, какие были военачальники Какой Артак Серкс был Какой Наполеон Какой Сталин Гитлер Крепкий, не крепкий И все смелося Ни Наполеона нигде нету А он крепкий Один К нему прибегай всегда Не так, что накачал мускул И меня не догонишь Догонишь Не надейтесь на коня, на лошак Написано так Не надейтесь И святы бессмертные Вот мы стоим все смертные Все до одного Никуда не отвлекайся Не гляди туда Не будьте вертоглазыми Святы бессмертные Третий раз Нету бессмертных Ну, Наполеоновская армия была большая Да, 600 тысяч вошло в Россию Но одного найдите нет В прошлом году 14-й год Отмечали начало Первой мировой войны И во всей Англии нашли только два участника Два Всего два Ну и привезли их на коляске Из домов инвалидов Никого нет А воевали Проливали кровь Устанавливали А сейчас все вместе ЕС там и прочее Шенгенская зона Единый бессмертный А я с этой смертной Перед тобой и предстоит Смертный Ты можешь заказывать сжигать Как Жукова Георгия Константина Еще других сожгли Вот Новодворская Показывает, как гроб закатывает Там 700 градусов 1200 наконец Все, сгорел пепел горского Там перемешивается Даже не их пепел Воскресит все Мы пришли в храм Должи уйти другими Я сейчас буду говорить И покажите по совести Я буду говорить Не называй имени Промолчишь, я тебя все равно вытащу Но ты сам подними руку Скажи, обо мне речь идет Вот здесь, хотя перед людьми Маленько осознайтесь Чтоб все понимали Это о тебе речь идет Кого нет Вот сейчас собрание Вышли Вышел из храма и бегом домой Поднять руку некому Что? То есть не нужно Этому человеку Это не нужно Что делается и прочее А церковное как? По порядку Семь минут Я о них упомянул Полное молчание Есть такие у нас Которые В храм зайдите везде Кто только бабки Одетые в черном Им форму дали И они везде шарятся И они везде шарятся непрерывно Вторая Третья Кто во время Когда 7 минут И начинает шевелиться Ходить Подними руку Еще молчишь-то Я тебя не раз Замечал в этом Ни священнику Никому не дано Правила нарушать Наш устав То что в алтарь Тебе разрешили ходить Это не означает Нарушать устав Почему руку не поднимаешь? Было это не один раз Потому что Ни во что ставишь Подними руку О ком говорю? Все Дальше У нас в уставе написано Не оглядываться Ну-ка иди сюда Кто у нас Оглядывался В храме Ставил молился? Кто Стоит И все время Оборачивается Кто? Кто оборачивался Сегодня на службе? Покажи кто? Подними руку Кто оборачивался? Опять не поднимаешь Ты много раз Оборачивался Не бойся Никуда не денется То на что ты смотришь Вот этот Главный у нас Нарушитель порядка Вот он В люльке лежит А он Не нарушает С него и спроса Никакого нет Он брякнул Что-то У мусульман этого нет Их с детства Приучили А что стреляют? Не имеет значения тебе Аллах Защитит тебя Сказали Приходят те Сейчас тех Которые убивать будут Не один не шевернулся Как поклонились Так и стоят Я это слышал Живя в Потеряевке Тогда когда с мусульманами Не встречался И отец наш Это подчеркивал У них Говорит Порядки не наши А что Одна наша Напротив нас Жила Кондина Осапьева Сестра Мария И она вышла замуж Елена Вышла замуж И она оттуда Приехала Порядки Рассказывает А у них Говорит так За стол сели Все чугуны Все что есть Хозяйка здесь стоит Только наливать может Она не бегает К плите там В холодильнике Все стоит на столе Я не знал этого Я услышал Я не знаю Почему у меня сразу Легло на сердце Эти люди делают правильно И дальше Они говорят Молятся Никогда не оборачиваются Да как не оборачиваются А хоть гори Хоть стреляй Это она отцу сказала А отец сказал нам Я услышал Я понял Это тоже хорошо А Ну я то был Какой еще тогда Это уже на сердце ложится Почему Я помазанник Божий Меня Бог помазал Духом Святым И внутри меня Все божественно откладывается В тебе не откладывается Ты подумай Помазан ли ты Духом Святым Имеешь ли это помазание Это я сегодня говорил Ты почему Много раз Оборачивался Вытащи руки Из кармана Когда говорят Старшие Закутался Подними голову Я говорил Воротник пониже Никогда там Блокные всегда натягивают Скажи Зачем ты оборачивался И не просто оборачивался А вот так вот Стоит куда Наказание Дайте тем Какое Оборачивался на Назаре Отдайте его на день туда Пусть он с ним Наиграется до сыта Ну Адекватное наказание должно быть Чтобы ухаживал Убирал Все что требуется Никуда больше От Назаря не отходи Я вижу Он непрерывно Он совершенно не молится Он как неверующий стоит Если не туда Он направо А направо стенка Он в окно еще не видит Я его потащил к себе Впереди нас стоит матушка Так он Из-за матушки Вот так наклоняется Еще смотрит На Назаре Это любовь Ну найдите ей место и время Отведите для этой любви Особое время Ты хоть что-то понимаешь Что я говорю Да В храме оборачиваться можно? Да У нас написано Нет, не оборачиваться Руки не держать сзади Ноги не так А вот так вот Вместе держать Ты подряд все нарушаешь И стоишь Бродишь Ты же маленький Вот какой ты сейчас Ты не можешь быть лучше Если тебя не учить У нас в лагере так За стол сели Помолились Платочки И я и все показали А ну покажите платочки А потом У кого нет отдельно Покажите У кого нет Посмотри Погляди Я с чего начал Вот этот подсказал Вообще Вообще Все 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 Апьер Блестящая Кожанка Портупея не хватает Комиссара Так Я ему мое еще Показываю Он показывает здесь Я говорю Покажи он Нету Он сначала показал Мне Обманул Да еще и обманул Приучите это память Сегодня с Никитой Мы проверили Что память как разбить 26 лет Уже все Собаку учат Если начинает учить С полгода Полгода всего Только Уже учи Во всю Полностью По серьезному Уже с года Я учил его С четырех месяцев Почему она В Головно-Родске Первое место заняла Учить надо Не просто гулять Гулять это тоже Много значит И что я ему По порядку Что за тобой Все забывают У него забыл Это как будто Над ним господин Какой-то забыл И он ему приказывает Забыл Я сказал Забыл Забыл Что подметать пол Мордушку проверять Ну а одним словом Гальян Гальян он еще Гальян дальше нет Сегодня более расширенное Сколько пунктов 18 Будет побольше Но Утром всегда Мне звонит Пять сигналов Дать То есть уже начинает Помнить Я уже на ногах Но он звонит Утром встал Позвонить где-то Все правила Полезные или вредные Полезные Полезные тебе это Очень полезные За что смотреть Шторки закрывать Вообще ничего не знает Я бы его оставил Вам в Потеряевке Пасти он мог бы Но научить его Пасти мне некогда Вот пример Вчера Мы Страстцей занимались Видите Разгладили все-таки Песок разгладили Я сказал Коров не пускайте Один раз Это случайно Вчера Дождик перед этим Маленький был Заходить Выхожу из Копычина Коровы ходили По песку Еще в кучах лежит где-то И все Абсолютно Жидким пометом Покрыто Прямо Я не видал Столько пометок Как будто Они бочку там вылили Что это Щи корову Не пойманный Невор Ну вы-то знаете Раз ты невор Ну щя-то же есть Пасет вчера Вчера кто пас Исааки Но я жду Грейдер Я вышел Он пасет На этом поле До этого пас Терентий Ему сказали Отец Пасти И он на зеленя Выгнал А этому То ли не сказали Ничего На этом поле Они туда-сюда Мещутся Идти некуда Я вышел Посмотрел Там корова Ходит белая Я-то вызвал Там корова Ходит Там близо к кладбищу Чья она Не знаю Ну пока что Как Сюда смотри На трассу Не пускай Они продавливают Мокрая земля Ну ясно Дело Что она У меня Не такая Трасса И в это время Телка Какая-то Выскочила Он за ней Я кричу Никита Стоит с граблями Надежда Помогала Тут Листики убрать Чтобы не на листьях Песок лег Но Никите Только скажу Он очень послушный Ну даже Я не успел Ничего ему сказать Я говорю Ее надо завернуть Чтобы она На трассе не была Он бросился Представь себе Здоровый Высокий детей На 26 лет Грабли И он Поволок за ней Все потерялся Стоит Никита Край нужен Нигде нету Наконец Они вот это Который дальше Там клён Видимо выгнали На поле И оттуда выгоняют Телку Дальше Я ему ни тормоза Не дал Он за ней пошел Этот остановился Я говорю Смотри Еще четверо вышли И так Сразу за ними А этот один И попер Ну куда Дальше там Только стадо Он в стадо И дальше болото Ну Не могу я Каждый раз Кричать Ты завернешь Вернись назад С этой стороны Повернись сюда Ну нельзя Это каждый знает Толкнул до шеста Да она корова пошла Нет Он ее До самого Конца с граблями Я кричу Исааки Ну верни мне Никиту Уже проще Вашей телке Верни его Остался без него Наконец Зачем ты побежал Не спрашивай Не знаю Я говорю Может в детстве Тебе не показывали Телят Овещих Тебе так охота За ними побегать Но это можно выбрать Момент такой где-то Найти где далека корова И пусть он ее запарит Побегает Наоборот Получится Понимаешь нет Я до всего дохожу Что во всем этом Заключается Целеустремленность Порядок Меня однажды Один человек Ну некоторые знают Игорь Муравлев Я пришел на работу Там он В Вавилоне работал Ну говорю ему Ох Игнатий Вы законник Игорь Ты меня оскорбить хотел Но есть законник А напротив Беззаконник Тебе Посередке Никак нельзя стоять И человек Соблюдающий закон И не соблюдающий Соблюдающий правила На дороге Не соблюдающий Тут вариантов Других нету По воздуху Ты не летаешь Кто не соблюдает Правила в небе Сталкиваются самолеты Там тоже аварии бывают Я с сегодняшнего дня Ты меня иначе не называй Игнатий законник Но я тебя всегда буду называть Игорь Беззаконник Раз законник для тебя Оскорбительный А беззаконник Другого варианта Это и нету Гляжу он попятился Отныне ты у меня будешь Игорь Беззаконник А законнику Зине Христианину Павел передает привет Говорит Передает привет Законнику Зине Он уже уверован Он знает закон И закон ветхий Но вот он еще Ничего не знал И Павел передает ему привет Вы научитесь из всего Извлекать самое главное Вот этот парень Вчера стоит Рядом Кто вчера с ним молился Вечером Ты стоял Ну ты видишь считается Трудно ему Но рядом скамеечка Покажи Он стоит Примером для всех Вот смотрите На Серафиму И на Варлам Он стоит Не шелохнется Ну покажи ему Он сядет На скамеечку Ты как стоишь Совершенно Вот это отсутствие Безразличия На все касается Ему это надоест Наконец он поймет Что не в этом спасение Это столбушок Из него сделали Ну главное Это уже в нем Заложено сколько Стоит Так сегодня у нас занятие Лена объяви во сколько Желательно пораньше 12 часов 12? Дальше Занятие полчаса будет И потом сделать хотим Экскурсию Мы показать вам Что мы делали Работы не окончены По двум прудам Доски не завезли Заплатили за машину Дополнительно Досок нету Леша какая причина? Причина что лес Хороший лес Не привозят сюда На лесопилку Везут всякое гнилье И мелкий лес Вот и тот Мы заказали Заплатили Чуть не в три раза Больше его нормы В четыре Это же под землю идет Это же идет в воду И он говорит Есть он коричневый Он гнилой Вам такое надо? Нет Начальник говорит Неудобно Говорит нам Говорит самим Неудобно уже Ну говорит Плохой привозят Ждите 69 досок мне надо дали Мы бы уже все закончили Вот этот мы закончили Я попрошу Побыть на занятиях И вместе сходите Я вам расскажу В чем дело Чтобы вы весной спасали Ты Лена сегодня сказала Замещание Как пойдет вода Там буквально От Алексея И как делать Подробнее нам покажите Мы все сделаем Постараемся сделать То есть Кювет Хорошо протрамбовать Щебень Вот этот песок Привезли 80 тысяч Пришлось положить 80 Вы понимаете Что за этим стоит? Бульдозер ушел 110 отмахнул отдельно 110 не считая Там дополнительно Что было Позавчера Приезжала сюда Бухгалтер Из Мамонтова Рассчитались За щебенку 237 Тысяч отдал сразу 237 Ты понимаешь Что ясное дело Что Не на дороге Это я взял Не своровал Но через мои руки Только проходит И я даю отчет Об этом Я все фотографирую И все это показываю 237 Да это дом Потеряевский Ну нормально Вот этот дом Он как раз Больше не обошелся ему Сегодня будет на занятиях У кого видите Обрал Со всеми рассчитается Я сказал до десятого При определенном условии Что в деньги Только для этого 237 Мы заплатили За каждую За каждую тонну щебня 1300 Вчера посмотрел По интернету Средняя стоимость На Сибирске 600 рублей В 20 с лишним раза больше В 20 с лишним Но когда начинаешь Дальше разбираться То пословица Всплывает такая Телушка-полушка Да руб перевез Полушка Пол копейки Ты привези ее Там карьера Они в карьере стоят Приезжай на своей машине Забирай А этим с Гурьевска Грузят на поезд Они приезжают Разгружают Машины привозят У себя сваливают Ну и что А у нас ждать-то нет Если мы сейчас Не положим То ничего у нас и нету Нам осталось последнее Это Женя Долгов Помогает Грейдер Присылает Вот наши дела Мы что могли Больше мы не можем сделать Трассу надо беречь Где будут удавлять Ну маленько подкинуть Потому что Когда удавят Щебенка в стороне Не по одной колее Я им говорю Вы по одной колее не ездите Они у нее стали разные И все это притоптали Вот До какого места дошли И там резко отличается То что наше делается Теперь здесь уже Глины нет на ногах Вот Мы Слой песка Должим быть От 10 до 15 И мы взяли 13 И он его никак не может Ровно сделать Он не может Потому что Трасса наша При дожде была сделана Она неровная Тут захватывает Почти до земли А тут 25 сантиметров Потому что он гонял Гонял трактор Я гляжу Ему ничего не сделать Он же на длинное расстояние Захватывает ровно Там прямо идет вода Главное Она говорит Кювет Надо чтобы его Щебеткой Продолбить И потом сверху еще слой Чтобы не промывало землю Лена уже опередила нас Потому что у нас была беда Мы снег не проделали дальше Снег не пробила вода Так Теперь чтобы Очень большая надежда Что мы пробили этот тоннель внизу Сверху Какой-то старой материи Или чем-то Чтобы там не набило Весной вам там не прокопать И вода туда не пойдет Она стядет Чтобы туда снег не попал То есть С краешку-то может попасть С чем-то закрыть С двух сторон Сколько положили труда Всю ее прокопали Вот эту вот И дальше Вход сделали И выход какой-то Посмотри На два метра глубину Землю вошли Но она Здесь-то этот Выход выше И она должна пробивать Вот Сегодняшний план какой На меня сильные Очень нападки были Там священники Другие Поблагодарите Бога Мне это как раз надо Я говорил в прошлый раз Я говорю Комментарии нет Как бы про себя А Господь сразу Мне открыл это дело И никогда такого не было Как здесь Вот сошли Понимаете Как Что с этими людьми делается Один священник Другой там Из баптистов Якобы пришел Так из баптистов Пришел Вообще должен быть Более нравственный А он просто А сатанело пошли Такие богохульства Говорят там Не только на меня А вообще Меня что судить Они берут из книг моих Которые я давно уже не пишу То есть 20-летней давности А на сегодня Ничего нигде не имеют сказать И всегда одинаково Мгновенно появляются Маленькие ребятишки Как называют Как называют аватар И матерками Кроют такими матами Меня Ну я что там Заглушаю А этот Как сдурел Священник один Из Томска Сергей Дудин Ну называется Если он мне дал Допустим Игнатий Там такой-то Проще Ну и все на этом-то А если он так делает На один ролик Два-три То есть на каждую ступеньку У меня Кладет В ящик почтовый На окошке Лепит на зайца Флуд Это флудер Он около 50 роликов Загадил в одну ночь мне То есть совершенно С ума сошел Это Его никто не одобрит Ни администрация Ютуба Никто нигде никак Это презренные люди Ну и кроме того Это даже не спамер От который Хакеры заходят Все это ломают Это вот такое То что Я благодарю Бога Благодарю Чтобы им это В судный день Не изменилось И они все силы прилагают Поссорить с митрополитом Сергием Это он виноват Это он их привещает Это он там Еретики и раскольники Это еще слабо Теперь Дворкин Главный этот С Америки С двумя гражданствами Ему чтобы разобрался То есть они не знают Дальше ничего нет Я их не трогаю Ну закройте мне говорят Они гадят Ну я щелчок Их нет Я говорю нет Но когда уже начал Флуд заниматься Вот это Пришло вчера Мне его закрыть Закрыть И полная тишина Они даже не знают Что делать Только киллеров Нанимать Полностью отнятый рассудок Повторяю Ни один Нормально мыслящий человек Ни верующий Никто это не одобрит Это запрещено делать С флудерами Администрация Разбирается Я вспоминаю Которые приходили И у нас так было И с ними что-то делалось Вот Они начинали нападать А были близкие Поражение такое Сказать даже нельзя Вот эти главные статьи Против меня писал Александр Самульцев Московский комсомолец Московский комсомолец И что? Нашли убитым У нас был Напанаил Вы знаете Напанаила? Я романах Был с нами Все нормально Отошел Куда пошел Какие-то старостильные греки И дальше что? На теологический факультет Вон век не надо Какой? Там все безбожное Передают И наконец Давай писать против Я говорю Он потерял веру Сейчас сообщаю Женился Ребенка нажил Все Размонашился Это ему ни одна Вера Никто не простит Это как Мартин Лютер Это могут Экосектанты одобрить Полное отнятие веры Совершенно ничего нет И вот сейчас перечисляю Смотрю Которые были Нападали Ни один не остался Чтобы полностью Все не было истреблено Как страшно Уже в этой жизни А люди-то Которые он написал Плохо Это берут Ну посмотри От кого ты берешь Ты посмотри Вы же видите На днях появляется Кто на моем форуме На ютубе Лена На днях Появляется Саша Муха И берет Место из Писания Ну там Изавель Там Жертвы Идольские Там и прочее Понимаешь Он ничего не добавил Он умный Он понимает Что я его закрою А Слово Божие Я не закрою Потому что Это Слово Божие Понятно На что рассчитывает Но он не понимает Что он как раз О себе говорит Это твои Идольские жертвы Его не признают Никто Он всех отверг И Баптистов Спрашивая его Ему кто будет Наверное Тесть Анатолий Это Кузьмич Я говорю Вы его признаете Конечно нет Ну а вот он ездит Там Галю Прищищает Твою жену Прищищает Такое было Даже не знаешь Как так ты не знаешь Ну ясное дело Что вот это Идольские жертвы Если ты из себя Идола сделал И свои жертвы даешь Как к нам Это может относиться Так что О нем я всегда помню Молюсь Но сдвинуть Это уже невозможно Передина грань Грань это значит Похулил Духа Святого Вот главная грань И возврата никакого нет Он может ползать Извиваться Кричать Пищать А уже ничего не принимается Он все время будет Самооправданием заниматься И вот вчера Он опять зашел И я его оставил Ему ни одного слова Нельзя сказать Он не останавливается Ни перед чем Монастырь О монастыре говорили Вот Казанский монастырь В Барнауле А там чем занимались Это разврат такой Ему ли не знать Что такое разврат По чужим женам лазил здесь Это Там Рядом озерко Там все дно Усыпано Трупиками было А только что Пришла статья В Барнаульске Там вот Степановна Я не знаю Как ее Фамилия Она Доктор Изобразительных искусств О монастыре Написала все Да в монастыре Встречи нету Ни с кем Встречи нету Молился Прищищался Шагнул Пошел дальше Остановки Никакой нету Ни у баптистов Не удержался Нигде Ни в московской Патриархии Совершенно Я говорю Где он бывает Да нигде Дома сидит Я Левтину Пантелеевну Спросил его Тещу Да нигде Бойтесь этого Ты имеешь Ко мне сказать Мы скоро уезжаем Выговори сейчас При всех Перед всем миром Открыто Ты в своем доме Я к тебе не Не захожу Даже бояться нечего А то все Боялся Говорил Тебе одно Только замещание Уезжаешь Заручись Крепкой поддержкой Молитвенников Ты знаешь Дороги У тебя Такие могут быть Завороты И ты скажешь Эх Был бы кто сейчас И сейчас бы Ответ пришел От Олимпийского огня От Божественного Нигде Не сдвигайся Я сегодня говорю Во дворе Нет Да как же Он же должен Позже Мама Ты знаешь Нашу дорожку Мы заодно Всегда Я прибегаю К ней Когда тебя нет Ну как Когда выйдет назад Что приходим Дома мы все Вместе молимся У тебя полно Друзей здесь За твою доброту И ты никого Не проходи Вот я приезжаю Уезжаю В каждый дом Зайду Помолитесь Мы уезжаем Помолитесь Все дома обойду Приезжают Точно таким же образом Вот почему Бог создал Такую безопасность Понятно Вот так Вот так дорогая моя Впредь никогда Не нарушайте И которые Более старые Ходят Тоже остановите Приди раньше За полчаса Протирай Зажигай Это твое дело Но как 7 минут Сказали Встать Мертво Вопросы Не поеду я Не поедем Да А кто поедет Новосибирск Кто едет Новосибирск Барнаул Никого Барнаул А Не понял Почему Новосибирск Новосибирск Барнаул Барнаул Я хотел завтра ехать Ты завтра Хотел Планировал А зачем ты едешь Ну с молочкой Ты не мог бы завести Ольге нашей А я не знаю где А вот расскажет Там недалеко Раз он не едет Нам надо Каждый Мы сдаем И она ролики Выставляет А я снимаю То есть отдать и все Да И все Зайти и отдать Может быть Телефон созвонить Она покупает На занятия придешь Ну и расскажешь Узнай Я тогда разузнаю Ты на неделе можешь Даже не поехать На неделе поеду На неделе поеду А когда Четверг Пятница Четверг Почти вся неделя Но только На 100% Не потерять На 100% Обручить На занятия Ну да Ты знаешь Она прямо на старом базаре Вообще Я не знаю где Она вообще Ну старый базар Покажут Адрес дадут Телефоны Все Спасибо за субтитры